В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В торжественной обстановке Нурсултан Азарбаев дал старт запуску новых железнодорожных линий. Они позволят экспортировать товары в европейском направлении и в сторону Персидского залива. В ДТП погибла 26-летняя девушка. Не проиграли, но не выиграли. Шахтер Кайсар 0-0. Президент Нурсултан Азарбаев дал старт началу эксплуатации железных дорог Жизказган-Бейнею и Аркалык-Шубарголь. В рекордно короткие сроки, всего за два года, в септом краю пролегли стальные магистрали длиной более 1200 километров. Новые ветки позволят экспортировать товары в европейском направлении и в сторону Персидского залива, существенно сократив плечо транспортировки с запада на восток и с севера на юг Казахстана. Что самое главное, это раскрывает транзитный потенциал нашей страны. В торжественной обстановке, Нурсултан Азарбаев дал старт запуску новых линий. Глава государства поблагодарил железнодорожников и строителей за реализацию двух крупнейших железнодорожных проектов, назвав открытие магистрали важнейшим социально-экономическим событиям года. Глава государства предприятия Карагандинской, Вангисталской, Актюбинской, Безлординской, Кустанайской областей. Также Нурсултан Азарбаев отметил, что к строительству железных дорог было привлечено свыше 10 тысяч человек и еще 3 тысячи будут обеспечены постоянной работой. На строительство этих железнодорожных линий было выделено 500 миллиардов тенге. Вот в эксплуатацию этих линий знаковые события и для глобального рынка транспортных услуг в направлениях север-юг и восток-запад. «Фактически мы создали свою часть транзитного коридора от Китая в Европу. Сокращается время доставки грузов более чем в три раза. Это означает совершенно новый потенциал, использовать который следует в полной мере», отметил Нурсултан Азарбаев. О проведенной работе, которая, заметим, осуществлялась в непростых климатических условиях, но в кратчайшие сроки, главе государства доложил руководитель АО НК КТКЖ Аскар Мамин. Технические операции перевозочного процесса будут осуществляться на 23 станциях и 33 разъездах, в том числе на шести модернизированных станциях Примыкания – Аркалык, Шубарколь, Жасказган, Саксоульская, Шалкар, Бейнеу. Так, для эксплуатации новых линий создается свыше 3,5 тысяч дополнительных рабочих мест, обеспеченных жильем и другими объектами социальной инфраструктуры. Сергей Высокосов, Улжас, Гамбасов, Бакия Роспанов, Первый, Карагандинский. Нурсултан Азарбаев в Жасказгане посетил ТО, производственная инновационная компания «Ютария ЛТД». В ходе посещения глава государства ознакомился с технологиями производства, применяемыми на предприятии. Осмотрел образцы продукции, выставленные в презентационном зале, сообщает пресс-служба президента. Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву были представлены проекты развития предприятия, включая комбинат индустриальных услуг в Садпаеве и автоматизированный производственный комплекс «КазТекс-Экспо», создаваемый на территории СЭЗ «Астана-Новый город» и ориентированный на участие в 8-мирной выставке «Экспо-2017». Кроме этого, Аким Карагандинской области Нурмахабет Абдебеков доложил Нурсултану Назарбаеву в ходе реализации комплексного плана социально-экономического развития Жасказганского региона. Председатель правления ТО «Казахмыс» Эдуард Огай проинформировал главу государства о деятельности и перспективах развития предприятия. Он отметил, что благодаря поддержке государства у корпорации появилась возможность расширить минеральную сырьевую базу и тем самым продлить срок эксплуатации и месторождения в Жасказганском регионе. По завершению, Нурсултан Назарбаев побеседовал с работниками предприятия, пожелав им успехов. «Хотелось бы огромное спасибо сказать за то, что у нас развивается наше предприятие. Созданы все условия для такой успешной, хорошей работы. И сегодня визит Нурсултана Абишевича. Это огромный для нас сюрприз, праздник. Спасибо вам большое. Мы все очень рады и думаем, что после этой встречи мы будем работать еще больше и еще лучше». ТО «Пикютария ЛТД», созданная в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», специализируется на изготовлении специальной одежды для рабочих разных отраслей с применением компьютерных технологий и графики. В цехах фабрики имеется швейное, раскроенное вышивальное автоматизированное оборудование с программным управлением. На предприятии внедряются инновационные процессы проектирования изделий легкой промышленности, использование нанотехнологий, научно-прикладные разработки. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Батья Руспанов, Первый, Карагандинский. С 1 октября в Караганде повысится тариф на тепло. Насколько он будет больше прежнего, пока неизвестно. Зато известна причина. Департамент по регулированию естественных монополий повысил тариф на выработку тепла для производящей компании «Караганда Энергоцентр». Недавно компания «Караганда Энергоцентр» опубликовала объявление о том, что с начала отопительного сезона повышает свой тариф. Поднять его разрешил департамент по регулированию естественных монополий. Тариф повысился на 17%. Как выяснилось, «Дарем» разрешил повысить тариф на производство тепла в связи с использованием чрезвычайной регулирующей меры. Это происходит тогда, когда у монополиста увеличиваются или снижаются расходы на какой-нибудь стратегический товар. Что касается компании «Караганда Энергоцентр», то у нее значительно выросли затраты на покупку угля. В связи с этим пересматривается тарифная смета и в процентном соотношении к росту стоимости стратегического товара увеличивается тариф. А дальше пошла цепная реакция. Затем «Дарем» подала заявку на повышение тарифа энергопередающая компания «Теплотранзит Караганда». Ей тоже разрешили повысить свой тариф на 5%. Теперь «Дарем» предстоит обратиться энергоснабжающей компании «Караганды Жилу-Сбыт». Ей чиновники, скорее всего, позволят повысить тариф для потребителей. Правда, пока неизвестно, каким он будет. Его рассчитывают, исходя из разделения на тариф для физических и юридических лиц. Пора оставить счетчики, господа. Хоть будем знать, за что платим деньги. Почти 4 миллиона тенге вернули государству полицейские управления административной практики города Караганды. И это всего за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Взыскаемость». Штрафы платить никому не хочется. А если их накопилось, то и подавно. Но закон есть закон. Виноват – отвечай. Административные правонарушения, кажется, мелочь. Бросил мусор не там, превысил скорость. И вспоминать об этом не хочется. Но лучше сразу оплатить штраф. Не то придут полицейские домой вместе с судебными исполнителями. Тут и до описи имущества недалеко. Да и перед соседями стыдно. Проведено по квартирные отходы, по злостным неплательщикам по административным правонарушениям. За указанный период ОПН всего взыскано бюджет государства 3 миллиона 750 тысяч тенге. Полицейские административной полиции научились не только штрафы выписывать, но и заставлять их оплачивать. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахьяр Успанов, Первый, Карагандинский. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Херкюль. Торговая марка Galvin представляет. Эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. Для другим новостям. Массовое обсуждение и недовольство у пользователей интернета вызвало Алматинское рекламное агентство. Скандал вызвал постер гей-клуба с изображением целующихся Курман Газы и Александра Пушкина. Компания «Хэвэс Вортвайт Казахстан» создала скандальный постер, заказчиком которого выступило сообщество Казахстана, представляющее интересы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Данный рекламный проект сделан для заведения «Студия 69», который является гей-клубом. Почему именно Курман Газы и Пушкин? Потому что клуб расположен на пересечении улиц, названных великими именами. Именно поэтому Курман Газы и Пушкин стали жертвами больной фантазии рекламщиков и заказчиков. Сразу же после появления этой наружной рекламы в социальных сетях началось массовое обсуждение постера. Большинство выразило свое недовольство, посчитав, что проект оскорбляет образ великих деятелей искусства и пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию. Заказчики и создатели ажиотажной рекламы считают, что этой работой можно гордиться. В первую очередь потому, что она работает. Люди понимают и запоминают адрес. Хороший рекламный ход, но только пропаганда нетрадиционной ориентации – это не очень хорошо. Лариса Хусыинова, Бахтия Распанов, 1-й Караганзинский. На трассе «Топар-Жартас» полицейский сбил 26-летнюю девушку. На сотрудника полиции завели уголовное дело. 24 августа в Абальком районе произошло ДТП. На трассе «Топар-Жартас» 30-летний сотрудник полиции сбил 26-летнюю девушку. Она скончалась еще до приезда скорой. Управление дознания ДВД области завело уголовное дело на полицейского. По данному факту, управлением дознания ДВД Караганзинской области возбуждено уголовное дело, задержан водворен изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование, назначено ряд необходимых экспертиз. В пресс-службу ДВД не сообщают, какую должность занимал полицейский и в каком отделе он работал. Таше не сообщается, был ли сотрудник полиции трезвым. Противотанковую мину и 39 боеприпасов нашли в Карагандинской области. Они были обнаружены на территории бывших складов Министерства обороны на станции Токрау. 23 августа жители Балхаша нашли в степи 39 артиллерийских снарядов и одну противотанковую мину. Весь найденный арсенал был покрыт коррозией. Саперы одной из воинских частей утилизировали снаряды и мину. Бывшая территория воинской части номер 89-533 сегодня представляет собой степь и находится в 55 километрах от Балхаша, сообщили в военной прокуратуре. После крупного пожара, возникшего на военных складах в 2001 году, воинская часть сменила место дислокации, а территория признана брошенной. Ну, видимо, поэтому никто не стал проверять оставшиеся снаряды. Сборная Караганды заняла первое общекомандное место по карате Кикушенкай с огромным отрывом – 27 призовых мест. Турнир проходил в городе Актау, где собрались лучшие спортсмены из шести городов Казахстана. На вокзале победители встречали родные, близкие, а также съемочная группа нашего канала. В турнире участвовали более 200 человек со всего Казахстана, из них 50 – из Караганды. Все они были высоко подготовлены и показали хорошие результаты. Ограничений в возрасте на соревнованиях не было. Показать мастерство могли юниоры в возрасте от 5 лет. Были участники и гораздо старше. Около 80 инструкторов со всей республики оценивали мастерство конкурсантов. Старший состав сборной Караганды получил инструкторский сертификат. Теперь они могут преподавать каратэ-кикушенкай начинающим спортсменам. Это была битва за Каспий. Мы ездили в Мангусталскую область, было Актау. Детей выступало на этом турнире около 200 человек. Сборная команда города Караганды заняла первое общекомандное место с огромным отрывом. 27 призовых мест. Детишки наши заняли около 8 первых мест. Ну и так далее, до 27 получается. В Казахстане этим видом спорта занимается порядка 15 тысяч спортсменов. Из них около полутора тысячи человек в Карагандинской области. С каждым годом желающих обучаться восточным единоборствам растет. Я занимаюсь каратэ вот уже год. Это моя первая победа. Я хочу и дальше заниматься спортом и защищать честь родного города. Защищать честь родного города ребята ездили за свой счет. Пока с республиканского бюджета на развитие каратэ денег не выделяют. Но спортсмены, несмотря на это, намерены идти вперед. Впереди у них свои планы. По планам нашего президента, Шхана Таджимурата Толбаевича, черный поезд, 6-й дан, у нас есть как бы план на 2020 год, что мы войдем в олимпийский состав. Благодаря серьезным тренировкам и общим усилиям, карагандинские спортсмены показали блестящие результаты. Для них это только начало. Впереди их ждут новые победы, новые вершины. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, 1-й карагандинский. Продолжим. На 23-м туре чемпионата Казахстана карагандинский шахтер принял у себя Кызлардинского кайсара. Команды закончили игру со счетом 0-0. Хотя и была возможность забить ворота соперника мяч. Но, как говорят, боевая ничья. Следующая встреча футбольного клуба «Шахтер» состоится 29 августа с футбольной командой «Кайрат». Уже на первой минуте игры футболисты «Шахтера» начали показывать хорошую игру. У полузащитника национальной сборной Улана Кунызбаева была возможность забить гол в ворота соперника. Но он в этой игре уступил «Прятнику». Несмотря на то, что футболисты «Шахтера» два тайма подряд не уступали соперникам, но открыть счет они так и не смогли. Из-за полученных травм и множества желтых карточек лучшие футболисты команды Андрей Финонченко, Алдин Джедич и Максат Байжанов не смогли принять участие в игре. К сожалению, выиграть не получилось. Ощущались трудности, когда футболисты получили травму и получили желтые карточки. На втором тайме у нас не было игроков, чтобы включить их в игру. Все были молодые. В захватывающей схватке игроки футбольного клуба «Кайсар», «Струков», «Остапенко», также «Даутов» отличились хорошей игрой. Команда «Шахтера» играла хорошо, а нападающие были сильнее. Но все-таки это игра, и мы, в свою очередь, тоже старались показать хорошую игру. У нас было много возможностей забить в ворота соперника. Для того же сильная жара тоже мешала игре. Карагандинский «Шахтер» после 23-го тура с 19 баллами расположился на четвертой ступеньке турнирной таблицы. Ну а нападающий «Шахтерской» командой Топ Чагич вошел в четверку лучших игроков. Впереди еще одна игра «Шахтера», а теперь уже с командой «Кайрат». Какие результаты покажут на футбольном поле ребята, покажет время. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. 2014 год – юбилейный год города Караганды. Все стараются отметить это событие особо. Карагандинский зоопарк – не исключение. В честь 80-летия шахтерской столицы устроили праздник для посетителей. Карагандинский зоопарк, можно сказать, ровесник нашего города. Он был основан в 1938 году. На празднике было много развлечений. Ростовые куклы веселили детей и взрослых. Проводились различные конкурсы и викторины. Все мероприятия зоопарка посвящены 80-летию нашего города. Сегодня тоже проводится праздничный концерт, посвященный 80-летию. Называется «С юбилеем Караганда». В нем будет этот праздник для посетителей нашего зоопарка. Зоопарк и без всяких праздников – место, где можно отдохнуть. И там никогда не будет скучно. И в этот день царила атмосфера радости, веселья и праздника. Лариса Хусейнова, Шалкар Алтанбеков, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Аман Сауголмстар. Редактор субтитров А.Семкин